В городе порядка десятка ветхих зданий, проходя мимо которых, красноярцы не могут чувствовать себя в безопасности. Об этом сегодня заявил глава департамента городского хозяйства Игорь Тесенков. Напомним, в прошлую пятницу новости 12 канала рассказали, как на улице Урицкого красноярец чудом не попал под куски бетона, которые откололись от балкона. И вот сегодня глава департамента горхозяйства заявил, что по поводу этого чрезвычайного происшествия было проведено совещание. На нем коммунальщики решили устроить масштабную проверку всех старых домов в Красноярске. Всего таких 126, и есть они в каждом районе. И примерно десяток домов находятся в таком же опасном состоянии, как и здание на Урицкого. То есть оттуда на головы красноярцев может что-то упасть. Однако сейчас у руководителей районных администраций есть две недели, чтобы еще раз обойти вызывающие опасения дома. По итогам проверки в департаменте примут решение либо отремонтировать ветхие строения, либо, если это невозможно, хотя бы затянуть их сеткой. На вопрос, неужели нужно было ждать ЧП, чтобы начать подобную проверку, в департаменте ответили, проверяют регулярно. Правда, обычно только перед большими событиями, типа экономического форума или дня города. Да и денег на ремонт всех старых зданий не хватает. Однако в департаменте рассчитывают на то, чтобы привести в порядок хотя бы центр, они смогут на федеральные деньги, которые край получит для проведения универсиады. У нас экономический форум был, выявили, да, потом у нас дню к городу, мы, значит, также обходили улицы. Кроме того, большая надежда есть о том, что, как вы знаете, исполняющие обязанности губернатора Красноярского края, мэр города, выезжали в столицу. В основном нашу программу поддержали по подготовке к универсиаде. Поэтому большой задел есть о том, что если все-таки у нас получится средства с федерального бюджета, естественно, значит, получить, в том числе и на это направить эти средства.